Друзья, ну много времени проводим с Гейдар Бабаевым, мы не все снимаем, ездим туда-сюда, приехали мы сейчас на тот питомник, где мы перераз гоняли, там Гейдар Бабаев, там с утра кто занимается голубями, гоняет голубей и говорит не могу найти их вверху. Много голубей вверху? Штук двадцать пять, тридцать уже. Приходят по одному, приходят. Голуби покрылись. Небо еще синий, вообще будет сложнее найти. Ну должно быть куча двадцать пять штук должно быть, хотя на порохе должно быть. Просто в этот момент надо их увидеть. Да, глазам зацепить хотя бы, чтоб мелькнуло что-то где-то. Вот эти два летают. Вот усталый играет. Видите, в игру с теми они уже усталые. Уставшие. Ну играет. Вот их с теми они пока внизу придут будет играть. Это сверху они оторвались. Вот еще первый один идет сверху. А, вижу, вижу, да, там есть один. Я не знаю, что они убивают. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Солнце светит нам. приехали на другой питомник, что раз повторюсь, где уже гоняли голубей до нас. Вот здесь как бы ребята они доганивают голубей и говорят одной кучей вообще ушла покрылась. Вот эти вот два опускаются. Вот разговаривают с Гидара Бабаем о содержании, о вакцинации, но это уже не по телефону, не на камеру, так пока в машине ездили. Много интересного конечно рассказал. Попробуй сейчас еще спросить там о содержании, может быть еще раз повторится. Вот так вот Гидар Бабаем приехал сейчас смотрит, какие голуби пришли, какие голуби гоняли без Гидара Бабаева. Вот такие кучели просто жадные пришли, шесть штук. Красных каких? Вот красный чиль стоит. И вот один вот тоже идет, вот такие не пришли. Это вообще белокрылый, он не чиль. Вот такие не пришли, шесть. Албашей нету, шесть. Один был очень сильный металл с мраморным хвостом, его нету. Шесть чилей, четыре Албашей нету. Ну лучше придут кто-то, да? Нет, нет. Поймают, никто не выпустит. Если не погибло, если кто-то на крыше поймал и что-то все. До свидания. Вот кто летал. Песков. Вот этот летал что-ли? Да вы что? Да. Вот сейчас сел который. Его мы все неделю гоняем. Молодой малыш. Да, кофейный чиль будет. Да. Вещество. Или его. Нет, он прошел. Это от кухи другой пришел. Нет, этот белоход здесь нет. Белоход. Я ошибаюсь, я извиняюсь. Нет, я думал он с крыши слетел. Китар Бабаев, вот пока снимаю. Какие-нибудь советы дадите по содержанию. Вот у вас птица в идеальном состоянии, да? Просто это не то, что мои слова. Это мне ребята говорили, как вот спроси, поинтересуйся. Как содержится птица, какие-то прививки, какой курс лечения там. Ну, что вы по этому поводу можете нам посоветовать, да, голубятникам? Честно говоря, я не знаю. Там, во-первых, по содержанию голубятни, не обязательно она уже идеально вычищенная и тому подобное. Она должна быть сухая. Это, да, влажности не должна. Влажность это номер один враг у голубей. Во-вторых, надо убивать паразитов. Обязательно глистогоний. Глистогоний сколько раз? Два раза в год. Какое время примерно? Ну, это сезон делим, да, мы, допустим, весной и поздно осенью делим. Весной это когда? Мы делаем где-то в марте вместе. Марте-весной? Да, да, да. Мы глистогоним тогда. Ну, просто для себя зависит от предыдущих глистогона, полгода. Выжидаем, то есть никаких анализов не сдаем, просто мы это делаем тупо. А потом, когда в конце лета начинаете? Да, ближе, да, ближе к тому, когда мы по парам и будем опять распределять, тогда мы глистогоним. Потом обязательно прививка, но уже никуда не деться. Это Ньюкасл, вертячка. А какая прививка вы пользуетесь? Ну, Колумбия Вак называется, как называется эта фирма, да. Мы эту фирму предпочитаем. Значит, оспы мы не делаем. А вы заказываете это? Мы заказываем, привозим, очень тяжело. Дело в том, что у нас это не сертифицированные, у нас здесь есть аналогичные, но для кур. Все голубятики в Баку почти делают для кур, я стараюсь это привозить из Москвы. С Москвы, да? Или из Москвы, или из Украины. Мы стараемся так сделать. Потом ходим со швецами, каждую головку в отдельности. Молодняк отдельно делаем, раньше времени. Вторая прививка, это уже на желающего. Это мы не делаем на оспу, но желательно делать оспу тоже. Потому что оспы забирает очень много. Третий фактор, это солмолез проклятый. Я его боюсь, это по болезни. Я считаю, что на втором месте стоит после вертячки. Этот молодой, кстати, да? Это молодой, да. Сейчас он сядет. Молодой сядет. Это, конечно, солмолез. Как вы с ним боретесь? Мы байер, только байер. Байтрил. Байтрил, да. Байеровский декарство, байтрил, 10%. Сколько дней пропаивается? Пять дней, как там написано, больше нельзя. Пять дней пока хватает. Но все равно, несмотря на это, иногда появляется у нас форма самая распространенная, шишка на крыле. Мы эту голубку или голубь выбираем сразу. Сразу. А другие болезни, они всегда есть. И есть и простуды голубей, обычно чихают каши. Там, там есть разные лекарства применяются. Ну, в основном народе у нас тетрациклин, да, это все. Но другие болезни, они очень устойчивы к тетрациклиновой группе. А вот витаминами какими пользуетесь? У нас здесь чектоник доступный, мы чектоник даем обязательно после любой процедуры, скажем, лечебной, мы обязательно даем чектоник. Он доступен и его даем. Сколько дней? Мы чектоник пропаиваем тоже 3-5 дней. Ну, только после процедур или так вот для профилактики даем эти раз имеется, например? Для профилактики мы не даем никогда нет. Для профилактики самый хороший разнообразный корм. Это должно быть и дары, и просто может быть очищенном виде. Почему ячмень неочищенном виде мы не любим? Мои коллеги любят, они дают. Я его не очищенном виде не люблю. Вот сел красный. А это Ахбашка. Не красный, красный, вот он. Он не очищенном виде, я считаю, что он создает какие-то проблемы дыхательным путям. Я его не люблю. Обязательно пшеница, очень хорошего качества. Обязательно очень хорошего качества. Пшеница. Дары. По-русски дары называется тоже, по-моему. По-русски не знаю дары, что такое. Кукуруза. Красные маленькие такие. Просы. Это не. Красная маленькая червьца. Просы, да? Ну, можешь просто называться. О, это сыграл. Просы. Чирка сам. Просы. Обязательно чечевица должна быть. Обязательно. Особенно, когда линька начинается, они легче переносят линьку. Чечевицу мы даем. Зеленую, красную, неважно. Какую найдете по цене, она дорогая. Но обязательно вот в этом комби-смеси, да, в зерно-смеси у нас есть. Вот белокрылый. 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 Вот, смотрите на него. Он только стал летать, кстати. За неделю как стал показывать результат. А этот какой-то перый идет сверху. Эти откроются где-то, наверное, через час уже покажутся, я думаю. Покажутся, да? Если была бы камера сильная, конечно, их можно поймать. Да. Просто... А? Нашел? Нашли пачку голубей. Где? Будем... Будем только на словах. Я не вижу, в моих спермах не вижу. Вот они мелкают. Во! Во! Видели? Во! Они где-то пальцем туда показывают. Белые мелкают. Пойдем покажу эти то, что я говорил. УCauseевым переключая не имеют контроль заботы. Все который занимается в деревне надежды. То есть ты упор или не не走? Кто? Укрой? Укрой. Левый. Какая-то сильнаяязая, может быть, тот negative. Укрой тоже полагает. И он не может зPrıy TOP. Белые потола? очень нравится красота как летает я не знаю что делать а какие мысли там я думаю что отдельно посмотреть если устойчиво будут давать одинаково может быть они не масли чтобы хотя бы там что какие-то знаки то есть два белых крыла главный вот серебристый вышел на голове вещи на голове белая на как красавец светлый светлый сизы будет это ближе уже к сизым пчелям но это не сизычи все-таки он сизы этот молодой будет примерно как это на голове останется белые но у него крылья дед бела это для просто для для интереса показывать это да молоденький вообще молоденький да тут только я думаю что 16 18 а сейчас одного поймаю почитаем в общем я считаю что это никогда не помешка у больше вот это кажется что у него больше не пыль не создавая сдавай он два пера рваных вещь раз два три четыре пять шесть семь восемь это рваный перо 1 нет 9 10 11 12 13 4 15 ну наверно 16 первым 16-18 они будут все да так создать такую линию так белобашек белокрылых я смотрю жизнь не хватает не хватает голодать нику одной жизни не хватает однозначно что же вас и города я дичьего живите долго а это что за голуби там это наши они на крыше выкатим там а сама садятся или очень молодой или очень сильный играющий вот это хвост бракованный голубь вышел у нас но желание как он летает да я не сторонник того что его держать но гигар утверждает что он летает в россии такого бы голубя мечтали бы увидеть иметь черный да вот может у него просто строение такой посуду как будет летать ну сколько что уже летает в список около часа летает молодой вот про этого черного но а так вот вот не потряхивайте по низу голуби голуби они глазами не первый раз он пошел туда он уже свой дом знает раз он пошел туда дом знает куда я вот найти обращение манила среди такого вот выделяется такая желтоватый чешек же она одна чужая голубка это гигар просит чтобы она осталась пока она очень сверху пришла но бывает такой да вот понравился лет кота надо работать несколько лет до несколько лет и по-моему бесполезно даже не стоит заморачивать мне вот мы ирбека знаете дать из грозного который он рассказывал когда он у вас был гоняли и говорит там белая голубочка ему понравилось боем он говорит спросил гидара бабаева все там за история то было с боем так хорошо пошла он пришел точно так же где-то 11 часов было мы разогнали тоже пасмурно было я знаю пасмурно они стоят солнце гоняет а пасмурно будет стоять и поднялся поднялся голубь и голубь голубь начал играть вот как говорят играючи ушел наверх сколько он мог он ждал но долго ждать но я ему обещал что это голуби если вернется я обязательно его его отдам и он уехал голубь на ночь остались очень много то есть где там до 20 голубей остались на ночь это голубь потом я говорю что я ему дал слово по всему поселку пустили что кто поймал что принесли и совершенно случайно я прохожу сюда вечером нашли голубь он сам прилетел через четыре дня он пришел пришел его поймал накормил напоил отправил чисто белый голоногий был за белый молодой был вот такая вот история с голубями брат ушел позавчера позавчера смотри смотри там наверху они уже знают свои голубей где они будут летать вот я даже не то что конечно вижу так наверх да тебя вы что 8 штук сейчас наши белых вообще те же не там не случайно на синем небе синий никогда не видишь синий видишь голубь черный вид там блестит чили вообще пропадать чуть чуть выше это не пропадает давайте поедем друзья друзья ну вот целый день синий проезд гидара бабаем все было интересно опять приехали сейчас на на базу как говорится да ты просто хочу вот здесь сашей поговорить самир здесь который меня сопровождает я говорю дядя саша интересно да вот я когда начинала голубей держать вот у кого не спрос никто мне ничего не рассказывал да как содержать как чего как вот это все как правильно гонять и вот и мне до сих пор это интересно мне до сих пор интересно вот послушать профессионалов просто не просто также гидро баба и по-своему гонять и каждый по-своему если начиная гонять я вот начинаю как начал до конца гонять это раз второй когда молодые есть их нам чаще гонят как начинает уже что-то показывать если вы уже с хорошими гоняешь ну вот например вот у меня там вышла партия молодых птенцов все вышли начинает клевать как мы с ними вот через сколько уже как они видишь начинают летать на чужим держите да да на крыше там скажешь туда там на рейх или у кого как ну поскольку например молодых надо правильно гонять сколько вы всех можно у нас не видится на 150 то есть количество не имеет значения все таки имеет если ты хочешь чтобы они там быстрее ты можешь разделить что здесь 15 отдельно гонять чаще гонять надо смотреть разгонял середу закрыть чтобы на улице не сидели летный голубь на улице он портится этим да они закрыты ну пусть и когда надо выпускаешь они гуляют как у нас здесь здесь вот я гонят андре трибутки гонять не разгонял утром садятся я загоняю после обеда вторые пускай все дальше на следующий день уже другую будку там эти одни отдыхают но ты вот например каждой будки свой режим создаешь да как он и тормято это будка ты гоняешь по утрам вторую будка ты гоняешь по обеду стабильно вот так вот не меняешь там это будет утром потом и и погода гоняющие вместе разгонал они пойдут 150 штук не за горит но там есть которые летали с прошлого года и например который новый я все вместе гоняем смотрю потихоньку они то на забор один на забор один надо гонять все уже ушли вверх я все равно эти садятся я опять гоняю через 10-15 гоняй потихоньку я тебе скажу летный голубь через неделю уже через десять дней он же показывает что сама покажет будет летать это который ногу ты его хоть умрел ничего не было по крыше пози а лед то есть у него все пойдет будет летать но если ты кровь не знаешь голубя да вот например у вас у вас хорошо у вас вы знаете же на роль знает да понимаешь все держит лет летает взяли между летный слетным парой за это у нас все голуби летают вот я сейчас хотел надо за россию сказать да вот начал я держать вот я не знаю там что у него в крови у этого голубя да я с вами белохвостый там и дар сирпат и так махат есть там раз а про николаевский я про игровых говорят болеет по-своему вы понимаете мы по-своему все красивые каждый голубь красим или на прежде нравится всевозможность было я сколько раз говорю бабаев давай сделаем белохвостых держать границы николаевский и те с ним позаниматься да они уже этими вот отравились и забыли у нас нас были там в другом месте тоже маленький сколько лет уже от этим всем занимаетесь вот я девушке клетки детские нет я имею то вот здесь вот питомник гидара баба и вот как он оттуда отсюда потихонечку потихонечку смотри сколько разве сейчас и подумал эту фиру за посмотрели это тоже кто с нами все такие голуби и вообще сейчас все почти что этим да тем более думал после этих роликов я раньше говорил что будут из которого у нас тоже большого размера не летают они как вот так как и машине только куркается может крутится и все чтобы играть нормально летать не будет завезли вот здесь недавно как не да где-то год назад были черные лохматые привезли белый с грузии они вообще блин здоровенный вот такая башка хохолок с мощным да по огромным лажутов не летает на наши голуби они все лёгкие говорят как вы вывели да потихоньку от пара ватру гидропроме передал ты слушай все это как сказал все правильно очень много интересного розы черные все они наверно здесь 7 тысяч голубей бочина они все много пыли вот сфотографиры вам три штуки чужие они не нужны никому летают вот друзья вот на этой сетке постоянно сидят чужие да и просто не пускает просто уже мы держим 1 технику ска не давал заболеть недавно все уже за это ну очень многих конечно удивило состояние голубей вот это чья заслуга ну вот состояние голубей в идеальности голуби по здоровью в идеальном состоянии огромное количество чая это заслуга за счет чего найду кучу наверху наверно закончу я такое наше небольшое путешествие по питомникам гидара бабаева скажем гидара бабаева еще раз еще много-много раз огромное спасибо за то что приняли показали всем нам ответили на такие многие вопросы за то что занимаетесь таким любимым делом мне было очень очень интересно я многое многое узнал вот я думаю что я вот это вот поездка надолго запомню и вот по возможно то что я смог друзья я вам это показал вот она любой бакинцам голубя не дать не взять ничего не сказать вот он еще раз покажу файка который занимается один на все питомники чтобы людей не было мысли еще раз я уже годится там целой бригады работы в каждом питомнике по одному человеку который занимается гоняет убирает а файк на все гидар бабаев больше просто нет уже больше слов чего говорить не знаю я еще всем желаю всем счастья пожелайте пожалуйста здоровье сохраняйте свое хобби несмотря на принципе до сих пор такой не совсем положительное отношение к нашему хобби голубеводам я думаю что со временем нас будет больше и больше молодежь стала снова интересоваться голубями дай бог это будет каким-то залогом того что все таки эту породу и в частности в рубакинске удастся сохранить несмотря на все проделки дельцов от голубей которые используя определенный тренд стремятся к наживе и честным скажем так поэтому всем счастья и здоровья дай бог в следующем году герман приедет пораньше счастливый сезон приедет с хорошей камерой будем фиксировать голубей в частности то что мы не смогли показать как они наверху играют то есть не то что они поднимается игрой уходит в небо а еще наверху в небе еще тоже продолжают играть как только подходит счастья и здоровья всем пока пока друзья